Тут у меня такая куча, что я даже не знаю с чего начать. Это тоже Zara, это кюлоты, но они такие не широкие кюлоты. Вообще, когда я смотрела, что кто-то покупал эти кюлоты, я думала, я хоть правильно их называю, я думала, что я никогда не буду их носить. Ну, наверное, я просто, может быть, не видела красивых, хотя вот мне сейчас, я смотрела Наташу Пчелку, мне очень понравился ее вот такой серый костюм, который ей подарили, она показывала, зайдите на канал, у нее называется Пчелка. Я оставлю ссылку на канал к Наташе, и вот она, по-моему, последнее видео, или предпоследнее видео, она показывала свои тоже покупки, и мне очень понравился серый костюм, вот прямо Наташе так понравилось, просто капец. Но ты мне подала идею, я не знала, с чем одевать вот эти брюки, и ты мне подала идею, и я теперь нашла, я передумала, как я их буду носить. Это вот, хотя у Наташи там на кюлотах так и не очень, но между кюлотами и брюками тоже, вот эти брюки, они мне до косточки, вот у Наташи тоже там до косточки, по-моему, и я не могу сказать, что это прям такие вот конкретные кюлоты, это что-то такое, не до брюки. И это тоже Зара, очень хорошо сидят. Мне в последнее время очень нравятся у Зары вот эти брюки, которые на резинке, потому что мы худеем полнее, и в основном как-то у нас больше у женщин в талии, да, мы чуть-чуть набрали в талии, чуть-чуть похудели в талии, здесь вроде бы как бы еще держится, а вот у нас талия как гармошка, туда-сюда играет. И вот брюки, когда покупаешь, все, попа, ноги, все нормально, они застегиваются пуговицы. И Зара, конечно, сейчас, молодцы, мне очень понравилось, вот у него, у них сейчас есть такая базовая коллекция, она уже, наверное, года два, брюк, они там только меняют расцветки там в клеточку, вот на резинке, но резинка не такая, а, знаете, резинка такая, как на трусах, такая резинка, полосочку даже, она сзади идет. У меня есть такие брюки, я подарила к мянец, такие брюки на работу ходить, такие темно-синеофисные, классные, сидят, тоже немножечко стреч, они замечательные. И вот Зара взяла, видимо, на вооружение делать брюки на резинке, и мне это очень нравится, потому что они сидят замечательно. Вот, так, очень мягкая ткань, серая, я даже не знаю, что это, ну, очень мягкая, не брючная такая, что вот брючная-брючная, а даже, знаете, такая, как пушистенькая такая, ну, легкая, тоненькая, их, ее можно, ну, летом там жару у нас, конечно, не больше, но вот весна, осень вообще. И вот опять же говорю, покупайте, вот то, я их купила только потому, что они хорошо сели. Ну, и, конечно, что они, у них была скидка, они стоили 20, я их за 7 купила, вот, хорошая скидка. И они сели хорошо. Я говорю, ну, что я придерживаюсь того, что надо, если тебе нравится вещь, то ты покупай, а пара к ней найдется. Вот я купила, я даже не знала, с чем я ее буду носить. И вот, ну, когда вот увидела видео Наташи, вот этот комплект серый, серый этот самый, и серые брюки, кофточка, я думаю, о, у меня есть такая, типа, спортивная серая кофточка, с которой я могу сочетать эти брюки, они немножко по этот цвету разные, но это... Я, кстати, буду примеривать вот этот комплект, я его еще не мерила, просто вот я в голове сложила эти две вещи и думаю, что... Думала, думаю, что они будут очень хорошо смотреться, но я буду примеривать первый раз при вас, и вы мне скажете, как они смотрятся, хорошо или нет. Если они не будут сочетаться друг с другом, да, я найду к этим брюкам другой вариант. Но мне кажется, что вот именно такой спортивный, такая спортивная... Это у меня уже тоже куплено, наверное, не знаю, год назад, наверное, в те скидки. Такая спортивная кофточка, я ее одевала пару раз у меня, такого же цвета есть серые спортивные брюки, и они тоже очень хорошо смотрятся. Вот такие, но спортивный такой вариант, спортивный. А здесь вот я хочу такие классические кюлоты, вроде бы, такие классические, вот сочетать, одеть с этим спортивным топом. И белые кроссовки, я думаю, что должно хорошо смотреться. Увидим в конце. Дальше что? В зале я купила... Я их уже носила, эти... Эти брюки. Фотографии, то, в чем я где-то еще была, я вам вставлю, вы посмотрите. Тоже на них была очень хорошая скидка, и... Вот я понимаю, что вот эти лампасы, вот это вот все такое вот не классическое, оно год-два и выйдет из моды. И покупать эти джинсы за 25 евро, и, ну, попользоваться ими, там, год-два, вроде бы, как-то жалко. А когда их вам отдают за 7 евро, то думаешь, ну, почему? Я два года их и стаскаю, а потом за 7 евро шорты сделаю. Ну, что-то вот типа такого. Я купила их сейчас на скидке за 7 евро. Стоили они, по-моему, 25. И совсем недавно, ну, я их уже носила с джинсами, как вы сами знаете, можно, в общем-то, носить с чем угодно, и с футболками. Просто смотрю, что тут у меня еще есть и с футболками, и с джимперами. Я вообще тоже их носила с белыми кедами. У меня была футболка и белые кеды. Был фотографии вставлю, видите. Но гуляю вот тут тоже опять. У нас уже скидки закончились, та неделя была последней. И я зашла в магазин, магазин, как он называется? Картофелку зашла. И мне понравился пиджак. Причем, что понравился мне с очень хорошей скидкой. Такой, знаете, вот я сейчас вам выверну, да, и вы посмотрите. Это с той стороны бабушкина кофта, которая, вот он, кофта, которая тянется. Такая кофта в виде пиджака сделана. Знаете, раньше бабушкины кофты, помните, кто-нибудь помнит, да? Там бабушек такие вот, такие вот кофты такие вот были. Они, видите, он тянется, он как кофта сделан. Но кофта в виде пиджака. И мне понравилось, что его одеваешь, ой, принчит. Его надеваешь, и он такой мягкий, домашний. И в то же время такой вот классика пиджака. И смотрится вроде бы пиджак, но с другой стороны какой-то вот он такой разгильяйский немножко. И он, я уже померила, и он очень хорошо подошел к джинсам. Вот он так разбавляет. Вот эти джинсы, кстати, вот эта красная полоска и здесь красная клеточка, они притягивают друг друга. И такое вроде бы получается, что разнобой, одна из одной оперы, другая из другой оперы, но в то же время они соединились, и получился там прекрасный дуэт. И я уже померила, мне понравилось, как оно сочетается. И я уже в каком-то видео рассказывала, что я в последнее время стараюсь свой гардероб уже разбивать на пары, чтобы у меня не было такого, чтобы я не тратила время зря, когда одеваю джинсы или вот одеваю какой-то пиджак. Это не пиджак, это женский шикет, да. И начинаю судорожно искать, подбирать под него что-то, и всегда получается в старопях, в спешке, и ты обязательно наденешь то, что к нему не подходит, и потом идешь по улице и понимаешь, что это как-то некрасиво, оно не подошло. И я, говорю, сейчас вот так разбиваю все вещи, как платье, да, с этой самой, я так разбиваю свои вещи на пары, чтобы вот я знала, что я взяла с вешалки, одела эта пара к этой паре. Ну, если какие-то у меня есть отдельные, там, допустим, у меня есть еще серые брюки, классические дудочки такие, вот в зале, которую я покупала, говорю, с резинкой, блин, как они мне нравятся. Девочки, вот померить, они стоят 19 евро, и на них практически никогда не бывает скидок. Они, как всегда, как новая коллекция у них лежат. Но эти 19, это вообще дешево, 19 евро, это вообще ни о чем. Но вот если вы их увидите в зале, мимо них проходите, думаете, какая-то фигня, я вас заверяю, вот померите, они так классно сидят, они так стройнят, они даже, вот, они вытягивают фигуру. Короче, классные брюки, вообще советую. И вот у меня серенькие такие, серенькие, я думаю, что вот они тоже будут очень хорошо, хорошо подойдут. Ну, они у меня висят как бы отдельно с брюками, но я знаю, что они будут сочетаться. Вот я даже могу как бы трио повесить, вот эти джинсы, этот пиджак и те серые брюки. Можно их все вместе на одну вешалку повешать. Даже можно четыре, допустим, вещи повешать на одну вешалку. Знаю, что вот этот комплект, он подойдет, будет сочетаться между собой. Так, ой, зашла я тут на днях в Outlet, в Cort Inglés. Если девочки, вы меня, кто вот смотрит, хотела посмотреть, какой размер купила. Зашла вот в этот Cort Inglés. Помните, где я всего-всего набрала? Кстати, вот это платье я купила совсем дешево, там в Cort Inglés и в Outlet. И девчонкам меня просили, я давала адреса, кто приезжал в Барселону, все ездили, закупались в этот Outlet. И я уже два раза захожу в этот Outlet, заезжаю. И такая фигня там стала. Это просто капец. Там, во-первых, его немножко переделали, поменяли там местами, убрали. Было очень много уходовой косметики. Ну, даже не косметики, там были шампуни, крема для тела, детские духи, мужские, там бритвенно-мыльные. Очень был такой закуток большой. Сейчас, если кто был там, сейчас этого нет. Была косметика, такая, не аж косметика, да, но была какая-то косметика, были кисточки там разные, помады, что-то туши. Еще нету этого отдела. Нету отдела там для дома, но он как бы так особо не важен был для меня. Там, не знаю, вообще убрали почему-то. Осталось вот сумки. Там был такой отдел сумок огромный. Там сумок столько было. Девочки сейчас в сумке лежат. Когда я встала, я говорю, Встали, сумок нет. Он говорит, как нет, ну вот это. Я говорю, это разве сумки? Это вообще позор какой-то. Там такие сумки, там вот, понимаете, даже бесплатно, если мне будут их на улице раздавать, я не возьму. Там лежат 3-4 сумки, и просто вот они в кучу как-то так свалены. Раньше там по полочкам все стояли, там по стеночке, тут полочки стояли. Вот какая-то одна полка, на которой навалены какие-то вообще, и причем такие цены какие-то заоблачные, это такой хлам. И я так прошла, вот мы второй раз ездим, и я что, в тот раз прошла, по-моему, ничего не купила. И в этот раз я купила вот кофту, футболку, она как-то, она понравилась мне тем, что она, она это мужская футболка, так освежает хорошо к лицу. И я такая тоненькая, хорошая футболочка, недорого стоила. Ну, недорого, для футболочек, конечно, дороговато, 10 евро, если я кофты в пиджаке беру за столько. Вот, ну, мне она понравилась, что она так освежает к лицу хорошо, и я говорю, ну, буду там дома ходить, в ней, такая, может быть, домашняя, или там куда-то вот там поехать на шашлыки, что-то одеть такое, которое, знаете, вроде бы парадно-выходной жалко, вдруг там испачкаешь, а это вроде бы такая веселенькая, и, ну, говорю, там, не знаю, вот даже заезжать туда больше не хочется, потому что такой какой-то стрём там стал, вообще, вообще нечего покупать, неинтересно. И купила ещё шорты, но шорты уже не понесла, где-то у меня там, я дома хожу, такие трикотаж, спортивные розовые лампатики, здесь такие коротенькие, мне как бы они не очень нравятся, но Виталий сказал, мне нравится, так, ну, ладно. В общем, футболка так, ну, даже, не знаю, особого. Вот, ладно. Потом купила эта такая... Сейчас очки я сделаю. Я сделаю это. Я сделаю это, потому что я сделаю это. Я сделаю это. Продолжение следует...